Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала улправду.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в программе. Зима недаром злится. Регион накрыли снегопады. Федеральный центр разрабатывает дорожную карту в помощь обманутым дольщикам. Для активного отдыха ульяновцев в парках создадут экотропы. Зима не хочет отступать. Вчера ночью и сегодня утром Ульяновская область накрыла мощный снегопад. Выпала трехнедельная норма осадков. Больше всего снега оказалось в южных районах области. Жители областного центра также столкнулись с непогодой. Многие утром с трудом добирались до работы или школы. Движение на главноградских магистралях затруднено. Были отменены утренние маршруты из Ульяновска в Николаевку и один авиарейс в Москву. В целом сейчас задействовано 325 единиц. По федеральным дорогам 42 единицы техники. В городе Ульяновске работают 82 единицы. В принципе движение на настоящий момент нормализовано. Сбоев, срывов по движению у нас нет. Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства и транспорта Ульяновска, от снега дороги очищают 82 единицы спецтехники. Основные задачи расширения проезжей части, очистка дорог высшей, первой и второй категорий. Продолжится обработка дорожного полотна, песко-соляной смесью и реагентами. Минувшую пятницу Ульяновск посетил депутат Государственной Думы Александр Якубовский. Он и его коллеги провели выездное совещание и осмотрели проблемные объекты долевого строительства. Речь идет в частности о нескольких долгостроях в центральной части города, на улицах Красноармейской, Крыльюницкого и Буинской. О том, как предлагается помочь дольщикам в материале нашей съемочной группы. С раннего утра руководитель рабочей группы Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков отправился на осмотр долгостроев на территории города. ЖК Молодежный, улица Буинская, ООО «Селен», улица Крыльюницкого, ООО «Птицефабрика Тагайская», переулок Красноармейский. Там Александр Якубовский встретился с обманутыми дольщиками. Здесь должны быть четко отработаны вся финансовая сторона вопроса. Полностью должно быть понимание, сколько средств необходимо на достройку. После обеда состоялось рабочее совещание по рассмотрению реестра проблемных объектов области. По словам депутата, с каждым годом в России число долгостроев растет, а с ними, как следствие, и количество обманутых дольщиков. Практика показывает, что в реестры проблемных объектов попадают не все долгострои, отсюда возникают вопросы. В Ульяновской области сегодня числится 32 проблемных объекта, а в официальный реестр внесено только 6. Причин, почему многие объекты не входят в реестр, много. Это юридические проволочки из-за неправильно оформленных документов, неофициального статуса банкрота у застройщика и другие. Мы разобрали сегодня каждый объект, посмотрели степень готовности и варианты, которые можно применить для достройки. Где-то мы вносили корректировки, но в целом, я думаю, что оригинальная власть сегодня все наши предложения проработает, и в том числе будут проработаны экономические показатели, которые позволят привлечь в дальнейшем инвестора. Все это будет у нас на контроле. Особо депутат отметил ЖК «Молодежный», по которому необходимо провести масштабную работу. Это 24-этажное здание на улице Буинская, без какой-либо инфраструктуры и намека на завершение строительства. Сегодня застройщик банкрот, а 900 семей уже несколько лет ждут решения проблемы. Участники совещания обсудили ситуации, которые складываются вокруг ЖК «Панорамный» в северной части города и ЖК «Авиатор» в новом городе. По словам Марины Беспаловой, по каждому проблемному объекту будет составлена дорожная карта. Больше половины уже известна, примерно цена достройки, какая необходима сумма. Примерно по срокам уже есть видение. Сейчас осталось доработать, корректировать, исходя из дополнительных расчетных цифр, какая сумма нужна в целом. Где-то внести изменения в проект. Поэтому мы будем работать в ручном, как говорят, режиме. Вечером депутат Государственной Думы встретился с главой региона. Они обсудили меры предотвращения появления новых проблемных объектов и контроля за завершением строительства старых. Организация и тщательность будет создана для того, чтобы в том моменте было светить на себя финансовые обязательства, чтобы часть домов за счет бюджетных средств достроили, часть домов за счет тех возможностей, которые федеральный законодатель нам представляет. Мы точно можем достраивать, хотя там есть определенные юридические минусы. Сегодня государство и в частности региональные власти ставят первоочередную задачу решить проблему обманутых людей и, соответственно, найти юридически правильный способ достройки недостроев, а главное, не допустить появления таких впредь. Наталья Чумаченко, Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. В минувшие выходные сельскохозяйственная ярмарка прошла в Новоульяновске. Торговлю посетили более 3,5 тысяч человек. Большим спросом у населения пользовались овощи и мясо. Фермеры продали 2 тонны картофеля, тонну репчатого лука, 900 килограммов мяса птицы. Также новоульяновцам предлагалось приобрести соленья, рыбу, хлеб, молочные изделия. В целом торговля принесла фермерам около 5 миллионов рублей выручки. Следующая торговля пройдет 30 марта у торгового комплекса «Звезда» в Засвияжском районе. Ключевое мероприятие природоохранной отрасли Всероссийская конференция по развитию особо охраняемых природных территорий завершилась на прошлой неделе в Сочи. Результат работы форума показал – заповедную систему ждет перезагрузка. Какие работы запланированы у ульяновских экологов в этом году, узнаем в нашем материале. Заповедную систему страны ждет перезагрузка. Это было подчеркнуто на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий, которая прошла в Сочи на прошлой неделе. Это же касается региональной системы особо охраняемых природных территорий, или кратко ООПТ. В Ульянской области таких территорий 142. Они занимают площадь около 180 тысяч гектар. В ближайшие несколько лет на территориях будет проделана комплексная работа по увеличению количества редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, сохранение и восстановление ценнейших экосистем, создание объектов и инфраструктуры, визит-центров, экотроп. Мы планируем в этом году проложить 20 экотроп, 20 экологических маршрутов по наиболее интересным заповедным территориям региона. Хочу сказать, что практика создания экотропа у нас уже есть. Это такие же истории экотропы на территории памятника природы Виннадской рощи, на территории Акшуатского дендропарка. Все экотропы, по словам министра, будут паспортизированы, оборудованы и аншлагированы. А посетители смогут получить исчерпывающую информацию о природе, о ценностях экосистем той или иной заповедной территории и, конечно, прогуляться. Поработают и над особо охраняемых природных территориях, расположенных в черте города Ульяновска. В частности, акцент сделан на трех участках. Это парки культуры и отдыха, Победа, Прибрежный и имени Свердлова, Владимирский сад. Желательно, чтобы все территории, которые особенно связаны с какими-то парковыми зонами, естественно, и территории природные, конечно, были особо охраняемы, и чтобы к ним было более внимательное отношение, ну, прежде всего, со стороны не только, наверное, властей, но и, прежде всего, людей, конечно, потому что от людей, наверное, зависит, каковы у нас территории, насколько они в хорошем состоянии. Всего в городе выделено 12 особо охраняемых природных территорий. Их полное оформление, предусматривающее зонирование и постановку на кадастровый учет, является одной из задач депутатского корпуса в 2019 году. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. В Ульяновске стартовал всероссийский турнир по боксу. Соревнование под девизом «От спорта к патриотизму на призы ветерана Афганской войны» и «Мастера спорта России по боксу» Александра Попова проходит в «Фоке Орион». Участники юноши 13-14 лет. Своё участие уже подтвердили 25 команд со всей страны. Ульяновскую область представляют 18 спортсменов. Отборочные соревнования на финал первенства России проводятся 5 дней. И уже 30 марта мы узнаем имена победителей и призеров. Музыка Вивальди и Джулиани. Ценители классики побывали на концерте известного французского гитариста Филиппа Муратаглу и артиста Алексея Людевига. Анкопенировал музыкантом ульяновский оркестр «Губернаторский». За кулисами концерта побывала Ирина Антонова. В Ульяновске продолжается 57-й международный музыкальный фестиваль «Мир эпохи имена». Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» в камерном составе выступил с гитаристом из Франции Филиппом Муратаглу и дирижером и артистом из Санкт-Петербурга Алексеем Людевигом. Также Филипп Муратаглу – выпускник Парижской консерватории, солист Окситанского камерного оркестра. Перед концертом музыкант вкратце рассказал о программе выступления. Сегодня я начну со своего произведения. Оно называется «Стены», и это произведение – импровизация. Я хотел бы начать с него, чтобы попробовать акустику зала. Затем я вернусь на пять веков назад и сыграю Франческо де Милана, итальянского музыканта эпохи Ренессанса. Яркий многогранный талант, великолепное мастерство и импровизированный стиль игры Филиппа завораживает слушателей. Российский альтист и дирижер Алексей Людевиг – уроженец Ленинграда. Искусству дирижирования он обучался у Мариса Янсенса. Гастроли Алексея Людевига охватывают множество стран мира, в которых он выступал с ведущими музыкальными коллективами мира. Среди них филармонический оркестр и оркестр Камератта из Санкт-Петербурга, Литовский камерный оркестр, оркестр Берлинского радио и многие другие. Подборные аплодисменты и крики «Браво!» завершился совместный концерт французского гитариста и российского музыканта и дирижера. Ирина Антонова, новости Ульянской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok